Вот вы когда-нибудь бытовую технику распаковывали, а? Вам нравится вот этот пенопласт? Вы им возюкали по стеклу? Фу, незабываемое ощущение. А вы никогда не задумывались вообще, что такое пенопласт? Откуда он взялся? Из чего его делают? И самое главное, каким образом он появляется внутри коробки из-под телевизора? Может быть он... О! Может он прорастает просто внутри, как плесень, а? Перед вами кольцо из обычного пенопласта. Оно не тонет и держится на воде, как спасательный круг. Кусочки такого же пенопласта спрятаны внутри спасательных жилетов. Люди смело доверяют им свою жизнь. Почему же они так уверены, что пенопласт не утонет? Давайте разбираться. Отправимся туда, где рождается этот удивительный материал. В бумажных мешках будущий пенопласт. Мелкие белые гранулы сделаны из пенополистирола. Согласны. Название сложное. А вот материал вам хорошо знаком. Из полистирола делают пластиковые бутылки, одноразовую посуду и другие пластмассовые изделия. Сейчас перед вами человек, который занимается надувательством. В прямом смысле этого слова. Он отправляет гранулы в аппарат, который увеличивает их в 70 раз. Внутри гранул находится газ, пентан. Когда пенополистироловые гранулы попадают в машину, их обрабатывают водяным паром. Его температура больше 100 градусов. Под воздействием пара оболочка гранул размягчается и становится пористой. А пентан расширяется. Гранулы превращаются в пенопластовые шарики. Чтобы удалить капельки водяного пара, шарики сушат с помощью горячего воздуха. А затем рассыпчатый пенопласт взвешивают. Посмотрите, какими гранулы были до обработки и какими стали после. Пенопластовые гранулы используют не только как наполнитель для мягкой мебели, но и как искусственный снег в кино. В этих тряпичных бункерах пенопласт в шариках должен провести как минимум 4 часа, чтобы газ пентан улетучился, а его место занял воздух. Запомните, пенопласт на 98% состоит из воздуха, а потому и не тонет. Вы думаете, за окном вьюга? Нет, это пенопласт. Сейчас гранулы отправятся в очередную машину. Здесь их снова обработают горячим паром. Шарики размягчатся, будут спрессованы и примут нужную форму. Форму огромного холодильника. Такая глыба хоть и состоит из воздуха, а весит 133 килограмма. Чем больше шариков засыпать в форму, тем плотнее и тяжелее будет кусок пенопласта. Теперь пенопластовый айсберг нужно разрезать. Сделать это можно с помощью раскаленной титановой или медной струны. Она, как лазер, режет пенопласт на любые фигуры. Достаточно задать компьютеру программу и правильно установить струны. Смотрите, машина за считанные минуты вырезала из куска пенопласта название вашей любимой программы. Кстати, обрезки пенопласта не пропадают. Они тут же измельчаются в дробильной машине и снова отправляются в формовочный аппарат. Ежедневно на этом предприятии делают две тысячи кубов пенопласта. Для сравнения, это 25 огромных грузовиков. Мы стащили кусочек пенопласта и попробовали его поджечь. Не тут-то было. Оказывается, современный пенопласт не горит. Его обрабатывают антипереном, веществом, которое не позволяет огню разгореться. Словом, и в воде не тонет, и в огне не горит. А еще у пенопласта есть шикарная особенность. Его невозможно убрать полностью. То есть можно, конечно, его подметать, он якобы будет собираться, но он будет одновременно с этим электризоваться и прилипать ко всему, что у вас есть. Короче говоря, эти катышки пенопласта – это прекрасный способ порадовать ваших друзей-чистоплюев. Используйте это обязательно, когда к ним придете в гости. Нет, мы вообще его налипли. Дело в том, что я-то не чистоплюю, не это по барабану. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова